Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 4 октября в России отмечается День гражданской обороны. О том, как он пройдет в Рязанской области, нам сегодня расскажет заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области, полковник Виктор Машох. Здравствуйте, Виктор Иванович! Добрый день, Ирина! Добрый день, жители Рязанской области и города Рязани! Давайте для начала с вами расскажем, что же вообще такое гражданская оборона. Ну, если согласно нормативно-правовой базе нашего законодательства, гражданская оборона – это система мероприятий, предназначенная для предупреждения, защиты и защиты населения, материальных и культурных ценностей, следствий военных действий, ну а также от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Насколько я знаю, этот день, этот праздник был учрежден еще в советские времена. Вот насколько менялись задачи гражданской обороны со временем и каковы они сегодня? На современном этапе по поручению президента и правительства были внесены изменения в законодательные акты, и сейчас силы и средства гражданской обороны, если они раньше предназначались только для ведения военных действий и вследствие этих действий, то сейчас руководителям гражданской обороны дано право использовать и применять силы и средства гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях как природного, так и техногенного характера. Один из примеров – это вот то, что трагедия сейчас у нас произошла и еще не закончена, это Дальний Восток. Давайте, наверное, с вами вернемся вот к дню гражданской обороны. Каким образом он будет проходить в этом году в Рязанской области? Какие мероприятия планируются? Начнется все с оповещения руководящего состава, сбора руководящего состава, как федеральных органов исполнительной власти, так и органов исполнительной власти субъектов, так и муниципальных образований. После этого будут поставлены задачи руководителями гражданской обороны, и в дальнейшем будут проводиться практические мероприятия, как в организациях, так и на объектах. То есть где-то условно будут отрабатываться практически вопросы чрезвычайных ситуаций различного характера в зависимости от субъекта и вводных. Также будут развернуты пункты выдачи СИЗ, пункты питания, все вопросы, которые предусматривает мероприятие гражданской обороны. Ну и соответственно будут работать развернуты штабы, которые будут получать информацию, отправлять эту информацию в вышестоящие штабы. А также помимо всех этих мероприятий, также будут и торжественные мероприятия, по крайней мере на территории Рязанской области, будет и происходить вручение техники, также будут награждены рядом наград руководители гражданской обороны. А можно все-таки чуть подробнее, вот каким образом, не знаю, может быть на конкретном примере, да, как будет проводиться тренировка, и какие отрабатываются действия, вот как-то чтобы и мне, и зрителям в том числе попонятнее было? Ну давайте немножко тогда спустим, вернемся в старые времена, когда в советские времена периодически в городах звучали сирены, сирены, поэтому 4 октября начнется также с звучания сирен. То есть жителям пугаться не надо, все спокойно. Поэтому да, хотелось обратиться к жителям Рязанской области, поэтому не надо пугаться, это просто в масштабах всей России будет проводиться тренировка, тем самым, ну как бы напоминание, чтобы люди знали, что если, не дай бог, конечно, но тем не менее, такие сигналы звучат, то соответственно они должны провести определенные действия. У себя дома включить телевизор, радио и так далее. Но 4 числа это будет происходить в рамках всероссийской тренировки. А вот эти вот тренировки, они на каких объектах будут проводиться? Это будет касаться только вот ваших подразделений, я не знаю, или может быть какие-то учения на предприятиях? По решению глав муниципальных образований они определили на каких организациях, учреждениях будут проводиться практические мероприятия и соответственно там будут разворачиваться, у них уже это определено, но вот именно практические мероприятия по той или иной вводной, по чрезвычайной ситуации они определяли сами. А те же защитные сооружения, они как стояли с советских времен, они так и стоят и функционируют. Пункты временные, пункты выдачи и средств индивидуальной защиты также определены, пункты обмывочные, пункты также определены, по крайней мере и в городе Лязань, и вот с коллегами общаешься с других субъектов. То же самое, все это определено, и это будет не столько тренировка, а сколько дать людям понять, что это есть. То есть система гражданской обороны, про нее долго не говорили, но она есть, существует и обновляется и будет совершенствоваться. 4 октября на каких-то определенных объектах, предприятиях будут же отрабатываться какие-то определенные ситуации? Будут с Москвы нам высланы вводные, то есть сначала будет получен сигнал, как учение проводится, потом будут вручены вводные, и после этого мы начнем действовать по этим вводным. Больше это, конечно, коснется потенциально опасных объектов, химически опасных объектов, пожаровозрывоопасных объектов, то есть тех объектов, которые действительно в случае военных действий или там чрезвычайной ситуации могут, обстановка на этом предприятии может повлиять на жизнь, жизнеобеспечение населения и территории. Поэтому больше крупные предприятия, такие как нефтезавод, железная дорога, я не буду говорить конкретно где чего, но на таких объектах у нас будут проводиться практически мероприятия. Ну, по большому счету, получается, это проверка их готовности к каким-то чрезвычайным ситуациям, правильно? Да, да. Если даже взять задачи гражданской обороны, я уже говорил о том, что немножко, чтобы людей освежить в памяти то, что было, и самая первая задача, их 15, самая первая задача – это обучение населению. Население действует в тех или иных ситуациях. Поэтому, прежде чем людей тренировать, обучать, ну, вернее, тренировать как-то или привлекать на какие-то чрезвычайные ситуации, то, соответственно, их нужно обучить. Потому что от того, как человек действует в чрезвычайной ситуации, во многом зависит, и во многом зависит порой жизнь людей, которых нужно спасать. Поэтому первая задача стоит – обучение. И вот и самый главный мой акцент делаем на школы, колледжи, университеты, чтобы вот именно там дети, подрастающие молодежь, они знали, как действовать и что нужно делать. Потому что они в свое время будут тоже, кто-то будет руководителем той или иной организации, будут работать в тех же организациях, но чтобы они знали, как действовать в тех или иных ситуациях. Хотелось бы обратиться ко всем руководителям гражданской обороны в связи с наступающим праздником и субъекта, то есть Рязанской области, муниципальных образований, всем руководителям организаций, учреждений, и поздравить их с этим праздником, с этим праздником, ну и пожелать успехов, и чтобы в будущем на территории Рязанской области, да и всей России, как можно было меньше чрезвычайных ситуаций, и чтобы мы только тренировались. В чистом мирном режиме, но тренировались. А таких ситуаций, как вот, к сожалению, природного характера на Дальнем Востоке, таких ситуаций, конечно, было меньше, ну и совсем не было. Ну мы в свою очередь тоже вас поздравляем с этим праздником. Спасибо. Да, и тоже вам желаем, чтобы вообще на территории нашей страны проходили только учения, и проходили всегда успешно. Спасибо большое. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, уделили нам минутку вашего внимания. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok